Доброе утро! Сегодняшняя наша тема на странице 69. Ведь выполняем пятое упражнение, восьмое и десятое письменно. And now look at exercise number 5. Посмотрите на пятое упражнение. Summary of Amy's story. Сделайте себе заметки о проблемах Эми под этим заголовком. Где это началось? Как это началось? Что она перестала доделать? Как она взглянула? Или как она решила встретиться лицом со своим страхом? Use your notes to prepare a summary of Amy's story. Сделайте себе заметку, чтобы сделать заключение об истории Эми. В предыдущем уроке мы читали с вами текст об фобии Эми, о том, что она боится. Сегодняшняя по voz impulse начинается. Как она начинается? Она не чувствовала себя боевом. Она не чувствовала себя нынешне. Она начинается ответить на первый раз. Вот так можете сделать себя, ответив на вопрос, сделать для себя анализ. Там все это поможет в дальнейшем написать вам свое небольшое, небольшое о своем впечатлении, да, о своих либо страхах или впечатлениях, которые были у вас в прошлом. And now look at the excise number 8. Complete the dialogue, listen, read and check. Да, пропущенные слова в этом диалоге. Задания не сложные. Сразу пишите правильные ответы. Один, к примеру, один офф, два хия, три офф и так далее, да. Пришлю вам ссылку. Просмотрите и напишите ответы. Восьмое. Вполняем письменно. А пятое это для анализа, что устно, для того, чтобы вам на заметку, о чем можно написать, да, когда вы пишете о своем впечатлении, да, о своих страхах. And now here has a box of expressing content. Здесь нам даны предложения, которые выражают поддержку, да, выражают. Это у нас предложение, когда мы хотим выразить, да, все о страхе, да, когда мы хотим expressing content. Content, чтобы выразить или спросить, да, what's up, что случилось, what's wrong, you don't look very happy, ты выглядишь не очень счастлив. Вот это у нас слова и предложение, когда мы хотим спросить, что случилось, да. Showing sympathy. Это выражение поддержки. That's awful, terrible. Это ужасно. That must be really difficult, horrible. Это может быть и вправду тяжело, да. That can't be easy. Это будет нелегко. Это у нас предложение, когда мы хотим дать советы, да, когда мы хотим поддержать. Giving advice. Чтобы дать советы, мы употребляем эти предложения. Why don't you? Почему бы тебе? What's about? А что насчет, да? I cannot recommend. Я могу порекомендовать, да, к примеру, да, вот это предложение для того, чтобы выразить поддержку. Responding. Это ответы, да. That's not a bad idea. Это неплохая идея, да. Если здесь посмотрите в диалоге, да, когда вы прослушаете, да, здесь Боб дает совет Тому, да. That's not a bad idea. Здесь дает совет Боб Тому о том, как перебороть свой страх, да, от дантиста. I've had that squeezing a small rubber ball in your hands is very good for relieving stress. You could take one to the dentist and try that. Я слышала, что держать маленький rubber, маленький этот стерку или пластмассовый, не пластмассовый, вот этот мягкий мячик и на своих руках. И это, что помогает для снятия стресса, да, есть же мячики для стресса, да, которые держат руках и когда нажимаешь, они увеличиваются, да, или которые меняют свой размер. Вот это Боб предлагает это, да. И томатрии, great suggestion, хорошая идея или хороший совет. Вот это у нас диалог между Томом и Бобом дается для того, чтобы вы проанализировали, проанализировали, как можно завести разговор, да, с человеком, у которого есть фобия. И десятое упражнение. Напишите в своем дневнике или в тетрадке, да, о своем впечатлении, когда вы, когда у вас был страх. Когда и где оно началось, кто был с вами, как это произошло, как вы себя чувствовали, да, вам нужно написать, используя эти слова о своем впечатлении, которое было у вас, да. К примеру, был экзамен, начинался экзамен или были last month, прошлый месяц или два месяца назад, да, во время экзаменационных экзаменов. Или это у вас началось, или в кинотеатре, где это началось, можете написать. И если у вас нету страхов, это также отлично, можете написать и об этом. Окей, за lesson is over, goodbye.